Всем привет, меня зовут Илья Андреев и сегодня у нас продолжение интервью с легендой российских ММА с Сергеем Харитоновым. В первой части мы обсудили вызов на бой, который Сергею бросил Антон Визидин. А в этом видео про допинг Тайсона и чистого Алистара Оверима, нового соперника в Беллатар, странное предложение о бою с Александром Емельяненко в Азербайджане и про то, кому выгодно, чтобы люди носили медицинские маски и перчатки. Приятного просмотра! Что у вас с Беллатар-то? Они вам пишут, когда примерно возможно... Да, да, с Беллатаром мы постоянно на связи, вот сейчас как турниры начнутся. Вообще планировался мой бой в августе, ну изначально планировался в мае, я должен был подраться, из-за этого коронавируса все это дело перенеслось, планировался бой в августе, сейчас вот непонятно, не факт, что и в августе подеремся, так что посмотрим. Честно говоря, мы сейчас где-нибудь еще, там вот та же организация ВТКФ, сейчас может быть какой-то бой будет интересный, много интересных таких вот столкновений, можно столкновений, боев, вызовов, в принципе, я думаю, что мы найдем бои. По сопернику в Беллатар, кто это может быть? По сопернику в Беллатар мне организация предложила Тимоти Джонсона. Тимоти Джонсона, который на крайнем бою выиграл. Я помню, конечно. А до этого Виталию проиграл Минакоу, да. Да, Виталий Минакоу проиграл перед этим, а потом у кого-то выиграл, не знаю, нокаутом. Это классный бой на самом деле, потому что... Ну вот, вот это бой, да, интересный на самом деле. Было бы классно. У вас-то с визой, кстати, американской все хорошо, там не кончилось? Да я вот ее открыл, я открыл ее только два месяца назад. А-а-а. Каспин, перед пандемией. Понятно, вовремя успели. Да, а что ее? Ну, сейчас бы открыл бы ее. Нам же можно... Сейчас же люди, у которых действующая виза, в течение полугода можно не появляться в посольстве, просто отдать паспорт. Тебе просто ее поставят. У меня же рабочая виза. Да, вы ее просто продлевали. Да, просто продлеваю, и все. Проблем никаких нет, кстати. Владимир Хрюнов огрозился устроить ваш бой с Александром Емельяненко. Есть какие-то новости на этот счет? Пока ничего нет. Честно говоря, я вот всегда, я Владимиру Хрюнову сказал, я готов. Я готов, только скажите дату, место проведения и только вперед. Пока потому что все идет к тому, что вашего реванша мы так больше никогда и не увидим. Если честно. Я же говорю, что здесь за кем-то бегать или так далее. Люди хотят, кто хочет организовать, тот бой организует. Я говорю, вот я человек такой, да, образно говоря, есть один спортсмен, есть второй спортсмен. У меня есть там два рубля. Рубль, рубль. Одному бойцу рубль другому. Образно говоря, да. Позвонил, встретились, подписали. Позвонил, встретились, подписали. А у нас же получается все как. Мне звонков куча, например, там. Одни ребята позвонили, другие ребята позвонили. Позвонили ребят тоже там в Азербайджане. Давай, мы хотим турнир. У нас есть какой-то спонсор, который готов дать деньги. И Александру, и тебе. Мы готовы провести турнир в Азербайджане. Я говорю, да, не вопрос, давайте все подписываем договор и вперед. Исчезли, пропали. Никто, ни слуху, ни духу. Потом еще одна организация тоже. И вот каждый, все хотят организовать. Мы хотим, но только хотим просто где-то написать, что вот-вот планируют с собой, чтобы привлечь внимание к своей организации. Но никто этого не делает. Дальше слов нету никаких каких-то... Слушайте, а ваш вызов Майку Тайсону, ну, это же, в принципе, из той же истории получается. Я же говорю, нет, Майк Тайсон, я объясняю. Владимир Хрюнов позвонил, предложил мне бой с Майком Тайсоном. С Майком Тайсоном там показательный бой. Там четыре раунда по три минуты, там четыре или шестнадцать юнцовых перчатках, как спарринг. То есть этот бой, я его так толком боем-то назвать не могу. Но, по-моему, будет бой, конечно, поединок, но... Я вот, например, понимаю, что если, например, ну, Майк Тайсон даже в свои годы, он, я думаю, может ударить и так далее. Но я понимаю от себя. Если даже я попаду, я добивать не буду, Майк. То есть это больше как спарринг такой, знаете. Спарринг, но при большом количестве народу, да, много-много будет людей. Ну, единственное, что Майк, опять-таки, будет, там, например, шансом ударить меня. Но я за себя говорю железно, что я не собираюсь его. Если даже я попаду, ни в коем случае я не буду добивать. Если мой бой посмотреть с Жеромом Либонером по АК-1, с Глорией я выступал в 2013 году, если я не ошибаюсь, в Японии. И я тоже три раза посадил, ну, тогда, как, по-нашему, и посадил на задницу. В нокдаун отправил Либонера. Я видел, как он встает, я его просто до конца заработал раунд, не стал добивать. А почему? Из-за того, что он легенда просто? Либонер, я вырос на его поединках. И когда мне было тогда 33 года, ему 39. На 6 лет меня старше. Я как-то, ну, не то что, мне как-то было, честно, вот, я видел, как он встает, мужик, вот, и у меня сыграла внутри, вот, какая-то вот, ну, не могу я просто взять и нокаутировать Либонера. Я его не добил, я три нокдауна ему сделал, но не добил. По поводу Тайсона, вы видели его фотки в последний из спортзала, где у него там пресс-клубиками? Да нет, ну, чуть-чуть нормально подхимичился, допинг-контроль же не будет. Вот я это и хотел-то расспросить. Ну, ты наверняка чуть немножко это с астерончику добавил, там, каких-то этих самых препаратов правильных. Ну, в чем, здесь как бы нету никакого даже вот, ну, какого-то озлобленности к Тайсину за это. А куда ему деваться? Ну, 53 года человеку. Как его по-другому? Выйти, чтобы быть более-менее в форме. Только на препаратах другого варианта нету. Вы когда-нибудь употребляли какой-нибудь препарат? Скажу честно, когда-то в армии, когда вот все баловали всякими там разными, там, кто-то вот ходил, пробовали всякие таблетки, там, метан. Метан никогда не пробовал. Я помню, когда мы на третьем курсе, третий или четвертый курс, я помню, все качались, и друзья как-то принесли препарат такой, ритаболил. Я помню, что-то там его взяли, достали как-то там. Я раз, ну, попробовал себе уколоть, что это такое, да, уколол, это самое, я помню, вот, так вот, добавил в массе, там, какая-то сила физическая, я помню, подмышцы, единственное, что помню, что вот деревянные каменные были. Я прям такой, так вот, перед зеркалом походил по это самое, ну, я считаю, что это не для меня, и вот эту вот гадость, тем более я почитал. Мы-то не читали, нам просто сказали, вот, надо уколоть, так, это, ребята, чтобы там красиво выглядеть, чтобы красивая фигура была. Я вот один раз уколол, посмотрел на все это барахло, и понял, что это не для меня, и больше этим даже не баловался никогда, и не хочу. Потому что считаю, что это, во-первых, вредно для организма, а во-вторых, это запрещено. Ну, слушайте, ну, вот, если взять те же времена Pride, ну, допустим, если я был бы бойцом, ну, просто представьте, и знал бы, что все там что-то употребляют, то я бы тоже, наверное, употреблял, потому что там выходит рандалман, извините, который раскачан просто. Вы просто посмотрите на меня во времена Pride и на бойцов, которые со мной выходили, и вы все просто увидите и поймете. Что я весил-то 100 килограмм, и у меня там рожки да ножки, да, кости и так далее. Выходили против меня здоровые крепкие парни, видно, что они были не просто так заряжены. Я этим не баловался и не хочу даже. Тут, кстати, ваш друг Оверин, наверное, это прям самый яркий пример человека, который очень сильно изменился после... Да, баловался, баловался он во времена Pride, баловался, никто ничего не говорит, даже потом вроде бы... Ну, он потом-то и стал, там, плюс 20 килограмм прибавил. Ну, что же делать, человек допускает ошибки. Сегодня я знаю, что Алистар не балуется этим вообще. Мы с ним как-то разговаривали, я с ним, ну, на сборах. У него был тренер какой-то, один из тренеров, который, из первых его тренеров, он пришел к нему, он его даже на порог дома не пустил. Какая-то вот ситуация там произошла. Ну, там что-то он пришел, типа, говорит, ну... Тот его не просил за то, что тот когда-то его, я так понял, что говорил, ни в коем случае никогда не применяй запрещенные препараты, а тот его не послушал и, видно, применил. И вот, когда они встретились, он пытался как-то с тренером своим первым там наладить отношения, тот его не пустил на порог дома. Он сказал, я с тобой общаться не хочу, ты, это самое, ты вот сделал все против того, что я тебе когда-то, ну, советовал и так далее. И он сейчас вообще даже, я же на сборах с ним был тоже много, тренируюсь, когда приезжаем куда-то. Он, ну, да, притреники, аминокислотки, протеинчики, это да. А вот никаких запрещенных, он даже смотрит всегда, какой протеин, какой фирмы. У него даже в мыслях нету, там, баловаться, как будто это ерунду. Вы сейчас в горах? Да, в горах. Вот так скажем, скрывайтесь от карантина. А я не скрываюсь, я просто, я люблю горы, я вообще в горах частенько тренируюсь и так далее. Но сейчас у меня нет подготовки, я просто чуть-чуть немножко с тренером вместе ходим, бродим, ОФПшечку немножко подтягиваем, где-то по лапкам стучим, закаляемся. То есть такой, как бы, свободный график. Нет такого, что мы прям плотно готовимся к какому-то поединку, потому что, ну, сейчас нет никаких боев в ближайшее время. Бежать, там, месяц-два. В общем, ждем. Но в тот же момент в горах себя чувствуем отлично. То есть просто жизнью наслаждаетесь, Верующий? Да, да, наслаждаюсь жизнью. Тут правильное питание, очень классная пища, да. Нету никаких вот этих ГМО, да, продуктов. То есть тут все четко. Барашки курдючные в горах правильные, да. Тут и барашки, индюки, говядина, молоко, творог, сметанка и так далее. Тут на самом деле... Ну, помню. Вы любите Кавказ? Я люблю Кавказ, конечно. А вы ступали, кстати, раньше на турнирах, я не знаю, в Дагестане, допустим? Нет, я выступал в Ингушетии в 2001 году, когда был президентом еще-то Руслан Аушев. Помню, турнир по вольному бою, там, несколько боев за три часа. Помню, выиграл 99-ю. Первое место, я, машина 99-я, но тогда, в 2001 году, это было просто... Для меня это была не просто там машина, а просто, я не знаю, как сейчас, наверное, для меня какой-нибудь там самый последний Феррари или Ламборджини. Вы реально выступаете против перчаток и, как вы это называете, намордников? Объясните свою позицию, расскажите. А вы посмотрите мой последний пост в Инстаграм. Вот, буквально, последний пост мой был минут 30-40 назад. Но вы его выложили, я до конца, если честно, не досмотрел. Смотреть, как те же маски, они на самом деле вредны. Они, во-первых, не защищают нисколько, а, во-вторых, они вредны. С ними ещё больше возможности заболеть разными другими заболеваниями. А перчатки, они вообще... Вот, когда надеваешь перчатки, в них находишься больше 15-30 минут, они преют, и там как раз это самое... Все бактерии... Идеальная среда, короче, для размножения бактерий. То есть это страшно, вообще. Это раз, и... Я думаю, это против людей делают продуманно. Ну, сейчас эту тему можно развить. Ну, давайте, давайте. А что я развиваю? А что я думаю? Я даже уверен, что сейчас будет. Я думаю, что уже определённый круг людей очень сильно заинтересован в этих масках, перчатках и так далее. Уже я думаю, что... Ну, я не думаю, у меня есть факты определённые. Я не буду говорить, откуда у меня эти источники информации появились, что уже специально построены целое производство. По производству масок, перчаток и так далее. Для того, чтобы... Вот сейчас, я думаю, что осенью, а может, даже и раньше, в ближайшее время, обяжут, я думаю, определённые... Даже не определённые, а все предприятия закупить маски, перчатки. И это будет... Представьте, какой это бизнес? То есть это... Перчатки, маски. Вот маска, она там... Пускай там на 3-4 часа там. Пускай даже максимум 5 часов. За рабочий день там 2-3-4 маски нужно поменять. Вот представьте, предприятия обяжут покупать маски, перчатки. Какой оборот и какой-то огромный бизнес. Представьте, сколько у нас 140 миллионов человек живёт в нашей стране. Вот представьте, каждый день 140 миллионов человек умножьте на 3. И сколько масок будет продаваться, и перчаток ежедневно. Просто. Просто простой пример, да. И обяжут, и будут... И люди... И будем ходить в намордниках. И в масках, в перчатках, в намордниках. Раньше этого не было. И жили спокойно. И всё было, как говорится... Всё было нормально. Не было никакого карантина. Гриппы также. По статистике можно даже посмотреть, сколько народу умерло. От гриппа. Сколько народу умерло от пневмонии, от таберкулёза и так далее. От разных заболеваний. И сколько сейчас умерло. Да, согласен. Непростая ситуация. Да, согласен. Что есть определённые очаги, там, заражения и так далее. Ну, я вот, честно говоря, смотрю. Куда не приеду. Все только говорят, там заболели, тут заболели, здесь заболели. Я говорю, а кто это из вас заболел вообще? Нет, из нас нет. Ну, так, где вот эти цифры, откуда берутся? Какие-то огромные цифры, что все болеют вокруг. Вы думаете, что цифры завышенные? 200% завышенные. Говорят, что где-то они, наоборот, занижены. Кто говорит, что... Ну, вообще, вот эта информация такая... Лишь бы говорили об этом. Вот заметьте, вся любая информация, там, тут заболели, там заболели, тут умерли, там умерли, тут кого-то. И вот это постоянно, что об этом говорили, говорили, говорили. Вот вспомните, когда только вот эта пандемия началась. Я сам думал, что я заболел, честно говоря. Вот это, что делает сила мысли. То есть все вокруг чихают, что-то в масках. И где-то по телевизору я увидел, что, чтобы проверить, болеешь ли ты коронавирусом, нужно задержать дыхание, сосчитать до 10. Если вот нормально ты до 10, то ты не болен коронавирусом. Если ты держишь там до 10 или до 15, не помню, что-то считаешь, у тебя там, ты выдыхаешь, отдышка какая-то, то надо скорее идти проверяться, сдавать тесты, скорее всего, ты болен коронавирусом. Потом уже другая версия там. Если там кашляешь, то значит ты коронавирусом не болеешь. Если ты не... ну, короче, всякие разные вот эти истории. И все об этом постоянно говорят специально, то в СМИ закидывают всякие разные там вещи, чтобы лишь бы вот это было на слуху. И сила мысли, она на самом деле, даже вот я повторяю, что я тоже вроде бы в это все не верю, а вокруг все говорят, говорят, говорят об этом. И мне кажется, что у меня как будто какие-то покашливания, как будто у меня что-то легкие, какие-то наполненные, не так что-то, как себя чувствую и так далее и тому подобное. И все, и ты сам внушаешь, что ты заболеваешь коронавирусом. У меня друзья в Москве, вот, короче, буквально вчера созванивался, взяли тест на коронавирус в одном месте, короче, положительный результат. Потом специально пошли куда-то еще, где-то здесь два теста сдали. В одном месте сдали отрицательный результат, и в другом отрицательный результат. Никто не может понять, где эти тесты делают, куда они направляются и так далее и тому подобное. Так что вранье, везде одно вранье. То есть в одном месте сдали положительный результат, просто и как-то где-то, как-то откуда они приехали, их заставили сдать. Они почти сделали независимые два теста, и они показали отрицательный результат. Вот как вот верить в эти все сказки и так далее. Ну, смотрите, но есть же есть пример Дагестана. Ну, конечно, есть пример Дагестана. Тот же Хабиб сказал, как много у него родственников умерло. Я там, кому не звоню, там, ребята в Дагестане, у меня тоже есть знакомые. И там куча народу умерла. Ну, не знаю, я, честно говоря, не понимаю, как в Дагестане все это, как в Дагестан все это занесли. И опять же слухи непонятные. Смотрите, сказали, что перед тем, как... Вот эта пандемия началась в Дагестане, какие-то вертолеты летали, какие-то распыления. Что только... Вот постоянно об этом говорят. Не знаю. Я не знаю, чему уже верить. Ну, смотрите, вы просто... Вот я нахожусь в гарантии, отпускаюсь вниз. Я вижу, я никого не видел больного коронавирусом, честно. Да, я не говорю, что его нету. Да, вирус наверняка есть там. Но, честно, вот из этого делать вот такую пандемию, на всех одеть в маски. И посмотрите мой даже последний пост в Инстаграм, потом после. Если ты одеваешь маску, и ты... Ну, в общем, там все будет грамотно описано. Сейчас я уделять этому внимания не буду. Вот, это все, наоборот, вредно, выходить из этой маски и носить эти перчатки. То есть, все сделано для того, чтобы даже люди, которые не болеют, они более были подвержены к заболеванию. Ну, любыми, любыми болезнями. Не только, там, коронавирусом. Болезий очень много. Болезий немного, но напишут, что заболел коронавирусом, и все. На этом все. Благодарим за просмотр. Если видео понравилось, жмите на большой пальчик, который тянется вверх. И не забывайте подписываться на ушатайку. Пока-пока.